А ещё у меня конкурс на самые крупные абрикосы и яблони груши. Вспоминаем? А чё это? Музыка-то ещё рано. Итак, Алексей Геннадьевич, гражданин Виноградов, у вас есть возможность выйти на первое место. Меня уже обошёл Чернобаев. Очень важно, я сейчас не нашёл её к этому моменту. Я как бы раздаю всем серьгам посёсоров. В Калибрянской области живёт женщина. Там две, обе волшебницы. Кажется, ну и так получилось, Александрова, если это не другая. Кажется, одна или вторая, или обе. Господи, отзовитесь, в последний раз не отозвались. У которой мои веточки, вишня с генами черешни, ей дала чистую черешню. Доказать своих делегализаций. Но кто нам поверит? Кто поверит уже не мне, а ей, что она всё это не придумала. Не сделала фотографию черешни какой-то местной. Это раз. И второе, она мне прислала. Дерево всё увешано абрикосами, урожай предельный, сорт бай. Заметьте, снова бай. И называется, нет, не так. И весит в среднем, как она написала, 130 грамм. Айкосмин 133. Там-драм-драм. Вот это да. Это пока среди нас неофициально. Эта фотография сделана. Назовём её документом. А теперь, Алексей Геннадьевич, будьте добры, дождитесь, не упустите. Мне кажется, перед нами ещё один рекордсмен. А почему мы хуже этих, хуже нас украинцев? Заметьте, я не сказал их украинцев. Почему мы хуже нас украинцев? А там 140 грамм. У Амура, у этого, как он называется, у Крымского Амура. Алексей Геннадьевич, пожалуйста, не подведите. Умоляю, вы один из претендентов. Ещё у полсотни из вас, друзья, созревают уже не просто абрикосы. Я сколько веточек-то разослал-то культурных? Тысячи. Даже если каждый десятый заплодоносит, это десятки, сотни веток вот с такими абрикосами. А кто сказал, что они будут хуже, чем у вас? Да, для меня это юг. Но у Латинкова, это Сибирь, извините, Челябинск. Это ближе к Сибири, чем к вам. Смотрим дальше. Теперь идентификация. Умоляю вас, умоляю всех нас. Да, нас обворовывает. Именно вы, Алексей Геннадьевич, именно вы, гражданин Винограда, сходу обнаружили 106 сайтов, присвоивших мои фотографии. Афера гигантская. Вроде, если помер, то, наверное, от этого и помер. Узнал случайно, позавидовал и повесился или удавился. Потому что это невероятно, то, что творится, мошенничество таких размеров. А потом я еще вам предоставил, наверное, полсотни, а может уже сотню. Еще я обнаружил, уже чисто на автомате. Даже не прикладывая никаких усилий. Тимирязевка, и там моя фотография. Дали, присвоили ей биографию. Это моя фотография. Да. Характеристики присвоили. Глядя на мою фотографию, характеристики присвоили. И еще и дали имя Успех. Представляете? На моей фотографии Успех. Вот так вот. И вот получается, нас обворовывают, друзья мои. Теперь я вам даю совет. До сих пор это была почти лирика. А теперь важнейший совет. Итак, прежде всего обращаюсь к Виноградову. Обращаюсь ко всем вам. У кого мое, что-то мое, мое, мое. Не только мое. Пожалуйста, вот тут, пусть на данном плане. Но так, чтобы трудно было отрезать вашу, извините, физиономию, лицо. Или как там еще, портрет. Вот. Чтобы на переднем плане были вот так красиво, оно всегда так даже крупнее, чем на самом деле кажется. Это ничего, это простительно. Мы все это самое. Вот. Художники. Это же художественная. Художественная фотография, да? Почему? Абрикос выглядит крупнее, чем на самом деле. Помните, был клуб, клуб веселых, находчивых Одессы. Им задали вопрос во время этих состязаний. Вот. Они должны были остроуно ответить. Вопрос был такой. Что сделает художник, если его портрет откажется, повесить в Третьяковской галереи? Ответ был такой. Вот тогда он сам там повесится. Теперь. На заднем плане лицо. На каждой фотографии, которая претендует на звание красивое, выдающееся особенное. Вот. Мы сделаем специальную, поэтому специальная папка будет. Я такую папку делал, но там еще так мало. Там огромные яблони. Вот. И на этом все обрывается. Я сейчас даже эту не нашел с прямой. Они есть, я вам показывал. На весах 133 грамм. Пока рекордсмен. Поняли, да? Ну вот. А вот это, смотрите. Просто моя гостья. Я знаете, что здесь тер. Здесь было ниже опять. Ну сколько можно показывать этих темерезов, где было написано, что 30-е, 50-е годы теория ретативной генерализации была отвергнута, что это самое Лысенко не прав и прочее, прочее. Да черт вас возьми, когда вот такие вещи. Ну что это такое? На Украине она пишет, нет. В научных учреждениях нет. Фотографии вы не только эти присвоили мои, не только от Тимирязвика. Просто Тимирязвика, для них это вообще позор. Понимаете? Ну что это такое? Они же в два раза увеличились. Вы скажете, урожай, когда большой, будет меньше, меньше. Ну пусть у вас будет три штуки висеть. Покажите эти три штуки. Пусть ученые покажут три штуки. Дело в том, что я еще расскажу. Это, и сейчас вы увидите, вот видите, латинков. Вот сейчас вы увидите, я похвастаюсь. Так вот, это абрикосы, им приходилось труднее всех. Они попадали, когда, и у них адаптация была, помните, длинный сережокорень, который мы должны уничтожить. Понимаете, да? О чем я сейчас промолчал? Вот. У них особая форма скелета. У них все особое, так? И получилось так, что они выживали, чуть-чуть перестраиваясь. Ледниковый период. Что погибло, что жердели превратилось. Как их не любят? Для меня жердель, для меня полуукраинцев, полурусского. Жердель – это чудо! Это сотни километров дорог, вдоль которых эти самые. На Кавказе я видел сотни километров дорог с грецкими орехами. Все собирают, кому не лезут. Вот какая страна должна быть. Это было в Кабарде. Ну, сотни, на десятки километров точно. На Украине это должно быть то же самое. Во всей средней России. Просто оставить их в покое. Посадил – растет, все, не подходи. А у нас этого нет, чтобы потом человек взял, остановил машину. На обочине собрал, дальше поехал. Вон она написала же, что они сладкие. Пункты. Так вот. Трудный момент. Чуть ли не дикань. Дальше можно возвращать им в свойства какие? Кончился ледниковый период, все теплее, теплее, теплее. Они будут укрупняться обязательно. Это у них крови. Я уже не буду там сейчас говорить принципы селекции. Я, которым написали, что я ничего не понимаю в генетике. Тут понимать-то нечего. Одно слово. Атовизм. Вообще где-то. Атовизм. И все. И вот получается. Все сразу стало, ясно, даже вам. И то. Да нет, не вам, и так. Новичкам, новичкам. И вот этот атовизм к этому приводит. Что мы делаем прививками? Мы ускоряем. Мы тысячи лет в один-два года в просурство ложек впихиваем. Один-два года, вот оно. Ну. Опять хохот. Как я в своих статьях писал? Скобках. Хохот в академическом зале. Найдите другое объяснение. Или скажите, что я на рынке купил. Нету их на рынке таких. Один раз написали крупно-блодный абрикос. Я вам показывал эти фотографии. 150 грамм плоды. А потом это... Я взял, мне интересно, как это? Они там, где-то в Азии, меня превзошли. 150 грамм. Прихожу домой, угощаю всех. Персик. Икосика-персика. Я взял. Да-да-да. До сих пор. Я взял. До сих пор.